Часть тринадцатая. Аганин, вернувшись к себе, принялся укладываться. Он вытащил из-под постели два пыльных кожаных чемодана, один в клетчатом чехле, другой голый, смугло-желтоватый, с бледными следами наклеек, и все содержимое вывалил на пол. Затем он вынул из тряской скрипучей темноты шкафа черный костюм, тощую пачку белья, пару тяжелых бурых сапог с медными кнопками. Из ночного столика он извлек разнородные штучки, когда-то брошенные туда. Серые комочки грязных носовых платков, тонкие бритвенные ножи с подтеками ржавчины вокруг просверленных дырочек, старые газеты, видовые открытки, желтые, как лошадиные зубы, четки, рваный шелковый носок, потерявший свою пару. Ганин скинул пиджак и, опустившись на корточки среди этого грустного пыльного хлама, стал разбираться в нем, прикидывать, что взять, что уничтожить. Раньше всего он уложил костюм и чистое белье, потом браунинг и старые, сильно потертые в паху галифе. Раздумывая, что должно пойти дальше, он заметил черный бумажник, который упал под стул, когда он опоражнивал чемодан. Он поднял его, открыл было с улыбкой, думая о том, что в нем лежит. Но, сказав себе, что нужно поскорее уложиться, сунул бумажник в задний карман штанов и стал быстро и неразборчиво бросать в открытые чемоданы комья грязного белья, русские книжки, бог весть откуда забредшие к нему, и все те мелкие, чем-то милые предметы, к которым глаза и пальцы так привыкают, и которые нужны только для того, чтобы человек, вечно обреченный на новоселье, чувствовал себя хотя бы немного дома, выкладывая в сотый раз из чемодана легкую, ласковую, человечную труху. Уложившись, Ганин запер оба чемодана, поставил их рядышком, набил мусорную корзину трупами газет, осмотрел все углы опустевшей комнаты и пошел к хозяйке расплачиваться. Лидия Николаевна, сидя очень прямо в кресле, читала, когда он вошел. Ее такса мягко сползла с постели и забилась в маленькой истерике преданности у ног Ганина. Лидия Николаевна, поняв, что он уже теперь непременно уедет, опечалилась. Она любила большую, спокойную фигуру Ганина, да и вообще очень привыкала к жильцам, и было что-то подобное смерти в их неизбежных отъездах. Ганин заплатил за последнюю неделю, поцеловал легкую, как блеклый лист, руку. Идя назад по коридору, он вспомнил, что сегодня танцоры звали его на вечеринку и решил пока не уходить. Комнату в гостинице всегда можно нанять, хоть за полночь. А завтра приезжает Машенька. Воскликнул он про себя, обведя блаженными, слегка испуганными глазами потолок, стены, пол. «Завтра же я увезу ее», подумал он с тем же глубоким мысленным трепетом, с тем же роскошным вздохом всего существа. Быстрым движением он вынул черный бумажник, в котором хранил пять писем. Он получил их, когда уже был в Крыму. И теперь он мгновенно целиком вспомнил ту крымскую зиму. Норд-ост, вздымающий горькую пыль на Ялтинской набережной, волну, бьющую через парапет на панель, растерянно наглых матросов, потом немцев в железных грибах шлемов, потом веселые трехцветные нашивки, в дни ожидания тревожную передышку. Худенькую веснощитую проститутку со стриженными волосами и греческим профилем, гуляющую по набережной. Норд-ост, рассыпающий ноты оркестра в городском саду. И, наконец, поход, стоянки в татарских деревушках, где в крохотных цирюльнях день-деньской, как ни в чем не бывало, блестит бритва, взбухает мылом щека, меж тем, как на улице в пыли, мальчишки хлещут по своим волчкам, как тысячу лет тому назад. И дикую ночную тревогу, когда не знаешь, откуда стрельба и кто бежит в припрыжку через лужи луны между косыми, черными тенями домишек. Ганин вынул из пачки первое письмо. Один плотный, удлиненный листок с рисунком в левом углу. Молодой человек в лазурном фраке, держа за спиной букет бледных цветов, целует руку даме, такой же нежной, как и он, с завитками вдоль щек, в розовом, высоко подпоясанном платье. Ему переслали это первое письмо из Петербурга в Ялту. Оно написано было спустя два года слишком, после той счастливейшей осени. Лёва, вот я уже в Полтаве целую неделю. Скука адская. Не знаю, увижу ли я вас еще когда-нибудь, но мне так хочется, чтобы вы все-таки не забывали меня. Почерк был мелкий, кругленький, словно бегущий на цыпочках. Под Ш и над Т были для отличия черточки. Конечная буква бросала вправо стремительный хвостик. Только у буквы Я в конце слов трогательно загибался хвостик вниз и влево, как будто Машенька в последний миг брала слово назад. Точки были очень крупные, решительные, зато запятых было мало. Подумать только, что неделю я смотрю на снег, белый, холодный снег. Холодно, жутко, тоскливо. И вдруг, как птица, прорежет ум мысль, что где-то там, далеко-далеко, люди живут совершенно другой, иной жизнью. Они не прозябают, как я в глуши маленького заброшенного хуторка. Нет, это так уже очень тоскливо здесь. Лева, напишите мне что-либо, хотя бы самые пустяки. Ганин вспомнил, как получил это письмо, как пошел в этот далекий январский вечер по крутой каменистой тропе, мимо татарских чистоколов, увенчанных там и сям конскими черепами, и как сидел над ручьем, тонкими струями, омывающим белые гладкие камни, и как глядел сквозь тончайшие, бесчисленные, удивительно отчетливые сучки-голые яблони, на розовато-млеющее небо, где блестел, как прозрачный обрезок ногтя, юный месяц, и рядом с ним, у нижнего рога, дрожала светлая капля, первая звезда. Он написал ей в ту же ночь об этой звезде, о кипарисах в садах, об осле, ревущем утром за домом в татарском дворе. Он писал ласково, мечтательно, припомнил мокрые сережки на скользком мостике беседки, где они встретились. В эти годы письма шли долго, только в июле пришел ответ. Большое спасибо за хорошее, милое, южное письмо. Зачем вы пишете, что все-таки помните меня? И не забудете? Нет? Как хорошо! Сейчас такой хороший, свежий, послегрозовой день. Помните, как в воскресенске? Хотелось бы вам опять побродить по знакомым местам. Мне ужасно. Как хорошо было бродить под дождем в осеннем парке. Почему тогда не было грустно в худую погоду? Пока брошу писать. Пойду пройдусь. Вчера так и не удалось окончить письмо. Как нехорошо это с моей стороны. Правда? Ну, простите, милый Лёва, я, правда, больше не буду. Ганин опустил руку с письмом, задумался, легко улыбаясь. Как он помнил эту вот веселую ужимку ее, низкий грудной смешок, когда она просила прощения. Этот переход от пасмурного вздоха к горячей живости взгляда. Долго мучила неизвестность. Где вы и как вы? Писала она в том же письме. Теперь не надо прерывать эту маленькую ниточку, которая натянулась между нами. Я хочу написать, спросить очень много и мысли путаются. Я много горя видела и пережила за это время. Пишите, пишите ради Бога, почаще и побольше. А пока всего, всего хорошего. Хотелось бы проститься сердечнее, но, может быть, за это долгое время я разучилась, а, может быть, и другое, что удерживает. Целые дни после получения письма он полон был дрожащего счастья. Ему непонятно было, как он мог расстаться с Машенькой. Он только помнил их первую осень. Все остальное казалось таким неважным, бледным, эти мучения, размолвки. Его тяготела томная темнота, условный лоск ночного моря, бархатная тишь узких кипарисовых аллей, блеск луны на лопастях магнолий. Долг удерживал его в Ялте. Готовилась военная борьба, но минутами он решал все бросить, поехать искать Машеньку по малороссийским хуторкам. И было что-то трогательно чудесное, как в капустнице, перелетающей через траншею, в этом странстве и писем через страшную Россию. Его ответ на второе письмо очень запоздал, и Машенька никак не могла понять, что случилось. Так она была уверена, что для писем их нет обычных в то время преград. Вам, конечно, странно, что я пишу вам, несмотря на ваше молчание, но я не думаю, не хочу думать, что и теперь вы не ответите мне. Вы не потому не ответили, что не хотели, а просто потому, что, ну, не могли, не успели, что ли. Скажите, Лёва, ведь смешно вам теперь вспоминать ваши слова, что любовь ко мне ваша жизнь, и если не будет любви, не будет и жизни. Да, как всё проходит, как меняется. Хотели бы вы вернуть всё, что было. Мне сегодня как-то слишком тоскливо. Но сегодня весна, и сегодня мимозы, предлагают на каждом шагу. Я несу их тебе, они хрупки, как грёзы. Хорошенькое стихотворение, но не помню, ни начала, ни конца, и чьё оно, тоже не помню. Теперь буду ждать вашего письма. Я не знаю, как попрощаться с вами. Быть может, я поцеловала вас. Да, должно быть. И через две-три недели пришло четвёртое письмо. Лёва, я рада, что получила. Оно такое милое, милое. Да, нельзя забыть того, что мы любили друг друга. Так много и светло. Вы пишете, что за миг отдали багрядущую жизнь. Но лучше встретиться и проверить себя. Лёва, если всё-таки приедете, то позвоните с вокзала на земскую телефонную станцию и попросите номер 34. Возможно, что вам ответят по-немецки. Это у нас стоит германский лазарет. Вы попросите позвать меня. Вчера была в городе. Немного кутила. Много музыки, огня и света развеселила. Очень смешной господин с жёлтой бородкой за мной ухаживал и называл королевой бала. Сегодня же так скучно, скучно. Обидно, что дни уходят. И так бесцельно, глупо. А ведь это самые хорошие, лучшие годы. Я, скоро превращусь в ханжу. Нет, этого не должно быть. Сброшу с себя я оковы любви и постараюсь забыться. Налейте полнее бокала вина, дайте вином мне упиться. Вот мило-то. Ответьте мне сейчас, как получите моё письмо. Приедете ли сюда повидаться со мной? Нельзя? Ну, что ж делать? А, может быть, какую глупость я написала? Приехать только для того, чтобы повидать меня. Какое самомнение, не так ли? Прочитала сейчас в старом журнале хорошенькое стихотворение «Ты моя маленькая бледная жемчужина» Кроповицкого. Мне очень нравится. Напишите мне всё, всё. Целую вас. Вот ещё прочла подтягина. Над опушкой полная блещет луна. Погляди, как речная сияет волна. Милый подтягин, улыбнулся Ганин. Вот странно. Господи, как это странно. Если бы мне сказали тогда, что я именно с ним встречусь. Улыбаясь и покачивая головой, он развернул последнее письмо. Получил он его накануне отъезда на фронт. Был холодный январский рассвет, и на пароходе его мутило от ячменного кофе. Лёва, милый, радость моя, как ждала, как хотела я этого письма. Было больно и обидно писать и в то же время сдерживать моё себя в письмах. Неужели я жила эти три года без тебя? И было чем жить и для чего жить? Я люблю тебя. Если ты возвратишься, я замучаю тебя поцелуями. Помнишь? Расскажите, что мальчика Лёву я целую, как только могу, что австрийскую каску из-за Львова я в подарок ему берегу, а отцу напишите отдельно. Боже мой, где оно, всё это далёкое, светлое, милое? Я чувствую, так же, как и ты, что мы ещё увидимся. Но когда, когда... Я люблю тебя, приезжай. Твоё письмо так обрадовало меня, что я до сих пор не могу прийти в себя от счастья. Счастье. Повторил тихо Ганин, складывая все пять писем в ровную пачку. Да, вот это счастье. Через двенадцать часов мы встретимся. Он замер, занятый тихими и дивными мыслями. Он не сомневался в том, что Машенька и теперь его любит. Её пять писем лежали у него на ладони. За окном было совсем темно. Блестели кнопки чемоданов. Стоял лёгкий пустынный запах пыли. Он сидел всё в том же положении, когда за дверью раздались голоса, и вдруг, с разбегу не постучавшись, ворвался в комнату Алфёров. «Ах, извините!» сказал он без особого смущения. «Я почему-то думал, что вы уже уехали». Ганин туманно глядел на его жёлтую бородку, играя пальцами по сложенным письмам. В дверях показалась хозяйка. «Лидия Николаевна», продолжал Алфёров, дёргая шеи и развязно переходя через комнату. «Вот эту музыку нужно отставить, чтобы дверь в мою комнату открыть». Он попробовал сдвинуть шкаф, крякнул и беспомощно попятился. «Давайте я это сделаю», весело предложил Ганин и, засунув чёрный бумажник в карман, встал, подошёл к шкафу к шкафу, плюнул себе в руки. шкафу, лави С тюрь и к шкафу, дошли, лави